Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее мое видео я хочу записать такое достаточно нестандартное, то есть вы видите это из названия. Дело в том, что есть такие организации, или если хотите, движения такие, да, которые привлекают людей. И людям в этих организациях и движениях совершенно точно ничего хорошего не светит. Именно поэтому сегодня я хотел бы поговорить очень коротко именно об этом. И разоблачить вам такую организацию, потому что я считаю своим долгом как человека, который достаточно давно и профессионально занимается бизнесом, скажем так, показать эти моменты, да, и может быть уберечь кого-то, то есть от подобных ошибок, которые, то есть, ну, были, скажем так, за историю бизнеса, да, и то, что я наблюдал в своей жизни, потому что всегда это очень большая возможность спасти каких-то людей, которые, то есть, ну, потеряют деньги, время, силы, здоровье и так далее. Так вот, есть организация, о которой я буду говорить, она очень активно работает. В основном они начинают работать с молодежи, прям вот с молодежи работают, прям туда, прям вот на самом раннем возрасте, 18, 19, 20, 22, 23, прям оттуда забирают людей. Значит, очень хорошо построена система привлечения. Давят обычно авторитетом, работают группами, да, то есть, там, 3-4 человека объясняют, что обязательно нужно включиться, обязательно к ним, обязательно нужно быть с ними и так далее. То есть, на молодежь это работает очень хорошо. Обещают они что? Обещают, что будет стабильность, обещают хорошие доходы, обещают перспективу роста, обещают карьерный рост, обещают даже какой-то социальный пакет, говорят, смотри, как вот у нас вот эти так, и эти так, и все так, и у всех все хорошо. Ну и кормят, по сути, человека обещаниями. Говорят, ну вот еще ты на ножки как бы не встал, ну вот еще немножко пройдет время, все у тебя изменится, будет по-другому, и человек потихоньку, 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 он втягивается в этот процесс. Значит, естественно, этого ничего хорошего не происходит, все, что они обещают, но виноваты у этой организации всегда другие люди. Они говорят, ну что делать, сейчас кризис, ну что делать, сейчас коронавирус, ну что делать, вот политика так изменилась, ну что, вот сейчас выборы, после выборов. Работают они международно, то есть они охватили полностью весь мир, то есть их практически, ну вот они в каждой стране существуют на сегодняшний день, и очень активно, да, вовлекают, еще раз говорю, в это людей. Короче, у них есть очень много событий в мире, которые они представляют в качестве оправдания, у них виноват всегда кто-то, всегда кто-то. В результате, по сути, человек тратит на это движение, на эту организацию, если хотите, все свое время, силы, здоровье, да, распадаются семьи от этого. Ну там нормальная жена, естественно, хочет, чтобы муж больше зарабатывал, ну, а не кормил ее завтраками. Нормальный муж, естественно, хочет зарабатывать столько, чтобы там жена имела возможность уделять больше времени там ему, да, и детям, да, а не как бы вот данной структуре и данной организации. Что еще очень важно, то есть у людей, которые вовлечены в эту тему, то есть как у родителей, обычно дети, очень частый процент, бывает, что дети начинают идти по какой-то кривой дорожке, потому что по факту у родителей, так как они заняты полностью там, и все время там, и абсолютно все там, то у родителей не остается времени ни на воспитание, ни на время со своими детьми, ни денег на хорошее образование, нет времени просто провести с ребенком, да, и очень важно, что подобные движения, они не дают людям учиться и получать информацию откуда-то. Очень качественно промывают мозги. Вот только человек хочет от них оторваться, сразу адепты этой системы, а там прям адепты, они прям вот ходят какой-то группой, как правило, они за этим очень четко следят, а как только человек решил от них оторваться и пойти в какую-то другую сторону, значит, они его берут сразу в оборот, они, значит, начинают его промывать, ему мозги, все дружно, ты посмотри, вот мы здесь, мы же как бы такие же, как ты, ты такой же, как мы, значит, ни в коем случае, то есть только с нами, и человек, как бы он опять возвращается в эту организацию, и вот просто как зомби, то есть просто зомби. Они стараются построить расписание человека таким образом, чтобы человеку просто не хватало времени ни на что, кроме как на них, то есть даже, ну, подумать, то есть он просто просыпается с ними, он там вот пришел домой, вот у него остается силы, энергии только что-то сделать, и он снова с ними, да. Разговаривать с адептами этого движения, этой организации практически бесполезно, потому что они не видят очевидных вещей, то есть, к примеру, ты им говоришь, ну, ты же не зарабатываешь, да, и он говорит, ну, там, ну и что, у него куча всяких отговорок, ты говоришь, ну, послушай, у вас же маркетинг копеечный, да, но ты же, ну, то есть там же ничего нет, неважно, да, они не верят, у них все супер, у них все отлично, все у нас замечательно, ты говоришь, ну, хорошо, покажи хоть одного, кто у вас заработал, покажи хоть одного, кто у вас преуспел, кто действительно, ну, вот что-то создал, бесполезно, то есть бесполезно они не слышат, спрашиваешь, ну вот что вы продаете, скажи мне, вот лично ты, то есть вот ты лично, что ты в итоге делаешь позитивного, то есть какой-то товар, какая услуга, или что-то еще, что-то вот конкретно, вот ты целый день провел, в неделю ты проводишь 5 дней, 6 дней, 7 дней, причем они работают реально очень много, прям вот с утра и до вечера, прям очень много, но когда ты задаешь вопрос, что конкретно полезного ты делаешь, то есть сотни, ну если один объяснит, то это очень хорошо, а толком объяснить они в принципе не могут, практически на любые вопросы, которые ты им задаешь, призывая их как-то подискутировать, нет ответа, очень ярко выраженные, как фанатики, горят глаза, наше дело правое, остальные, пардон, козлы, аргументов у них просто нет, они зомбируют, просто реальный зомбаж людей, очень агрессивные люди там, то есть при попытке объяснить что-то, забрать оттуда человека, да, они очень агрессивно себя ведут, начинают кидаться на тебя целой командой, да, то есть очень у них это классно поставлено, то есть самое главное, то есть эта организация, это движение, оно забирает практически все у людей, то есть они забирают саму жизнь по сути, они забирают деньги, они забирают семью, они забирают здоровье, они забирают перспективы, они забирают близких, они не дают возможность обучаться, развиваться, и человек остается по сути ни с чем в жизни, его загоняют в кредиты, его загоняют в долги, то есть реально загоняют в долги людей, у людей потом огромные проблемы с банками, вот, люди теряют здоровье, семьи распадаются, и поэтому сегодня я обращаюсь ко всем вам, давайте, пожалуйста, постараемся каждый спасти еще хотя бы несколько человек, а для тех людей, кто не сталкивался с этой организацией, пожалуйста, с ней не сталкивайтесь, посмотрите на тех, кто с ней столкнулся, и я вас очень прошу, будьте осторожны, и естественно, каждый из вас на сегодняшний момент, вот на сейчас, на эту минуту, наверное, задает себе вопрос, а какое же название этой организации, а что же это за движение такое, а чего же мне опасаться, я могу вам сказать, это движение называется работа по найму, пожалуйста, будьте осторожны.